Лучшие в профессии туапсинские учителя, музыки и танцев претендуют на звание лучшего преподавателя искусств Кубани 2013 года. Цель конкурса – выявить творчески активных педагогов, совершенствовать их мастерство и распространить передовые педагогические технологии. Преодолев два тура, в финале конкурса за престижные звания будут бороться преподаватели детской школы искусств города Туапсе. С ними познакомился наш корреспондент. Жулия Косарева с трех лет упорно шла к своей цели – стать хореографом. После окончания института стала преподавать в школе, в которой сама постигала азы сценического танца. Сегодня, обучая искусству своих подопечных, вспоминает первого педагога. Дорощу к Ирине Александровне, большое спасибо за это. Мы с ней начинали заниматься в ГДК, потом мы перешли сюда, в детскую школу искусств. Да, она нас воспитала, вырастила, благодаря ей я стала хорошим педагогом. Безграничная любовь к танцу и детям, как говорит Жулия, заставила остаться в родном городе. Считает, нужно не только учить правильно двигаться на сцене, но и воспитывать в детях чувство эстетического восприятия, быть другом и в то же время наставником. Она преподает хорошо, она самая лучшая, помогает, если что, не получится. Исправляет, если правильно. Они все разные, уже старше, больше они осознают. Естественно, с ними проще работать, но с маленькими больше, наверное, интереснее. В конкурсе педагогического мастерства Жулия участвует не один год, но до финального этапа дошла впервые. В финале конкурса в номинации «Педагогический дебют» ей предстоит пройти непростые испытания, которые состоятся в конце ноября в Краснодаре. Основы деятельности хореографического искусства, тема работы так называется, и подготовила слайд-шоу. Это видеопрезентация, в которую включаются мои достижения. У нас ежегодно проходят и краевые конкурсы, и международные, и всероссийские конкурсы. Вот наши педагоги постоянно принимают участие в этих соревнованиях. Педагог не только должен учить, но и сам постоянно совершенствоваться, считает Евгения Лыник. Сегодня она внедряет собственные методические и профессиональные наработки и помогает молодым специалистам. В 2010 году опубликовала сборник музыкальных произведений для концертмейстеров народного сценического танца. С этим проектом Евгения участвует в номинации «Новаторство». Очень сложно молодым концертмейстерам, которые приходят, нет базы нотной. Поэтому у меня появилась идея именно создания такого сборника. Потому что самих концертмейстеров по народному сценическому танцу не готовят у нас и в крае, и в регионе. Нет такой профессии. Поэтому даже когда концертмейстер приходит, вот в первый раз, у него есть этот сборник, там четко разложен материал именно по программным требованиям. Новые разработки, понимаете, новые идеи, они безусловно должны воплощаться в жизни, они способствуют творческому развитию как педагогов, так и детей. Сегодня за ее плечами консерватория и победы в престижных конкурсах. Евгения Лыник руководит оркестром и отделением народных инструментов Туапсинской школы искусств. В 8 лет маленькая Женя даже и не думала, что свяжет свою жизнь с музыкой. Я сама родилась на Кубани, ходила в школу на Кубани, там баян играет на селе, как говорится. Аккордеон это был уже такой изысканный инструмент, тем более в те годы. Поэтому завлекло, заманил меня аккордеон своим звучанием, своей музыкой. Василий Александрович Сухомлинский говорил, дети должны жить в мире красоты, сказки, музыки, фантазии и творчества. Сегодня слова советского педагога-новатора, как и десятки лет назад, актуальны. А проводники в этот мир – настоящие профессионалы, искренне любящие свое дело.